Мы очень долго к этому шли. Это уже девятый многофункциональный центр в Архангельской области. Их создание – проект региональный и социальный. МФЦ должны избавить людей от бюрократии, беготни из одной конторы в другую, недостатка актуальной информации. В этом центре Катлашане смогут получить более 60 государственных, региональных и муниципальных услуг. Например, из федеральных – это услуги Росреестра, связанные с регистрацией прав на недвижимость, кадастровый учет, услуги пенсионного фонда, налоговой службы, услуги миграционного, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, из региональных, наиболее востребованные услуги – это социальная защита населения. И мы будем здесь реализовывать 12 муниципальных услуг города Катласа. Алгоритм работы центра прост. Например, вам нужно оформить сертификат на материнский капитал, получить паспорт, записать ребенка в оздоровительный лагерь, подать заявление на регистрацию брака, поставить недвижимость на кадастровый учет или все эти, а может и другие услуги, получить одновременно. Для начала вы регистрируетесь в электронной очереди. Он выбирает, непосредственно выходит баллон, он садится, ожидает своей очереди и потом проходит к залу приема. Затем проходите в зал ожидания. На уютных диванах не более 10-15 минут ждете, когда вас примет специалист. Сдаете ему документы, необходимые для получения конкретной услуги, а потом приходите в назначенный день и забираете уже готовые бумаги. Взаимодействие с органом, предоставляющим государственные, региональные или муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. Небольшой пример. Решили вы построить дом. Начинаете вы с чего? С приобретения земельного участка. Для того, чтобы его приобрести, вам нужно идти в муниципальное образование. Для того, чтобы не идти в муниципальное образование, на кадастровую палату и так далее, вы можете прийти сюда и все это заявление подать у нас в одном окне. Коллектив отделения МФЦ в Котласе женский. Прежде чем стать универсальными специалистами, девушки прошли отборы, длительное обучение. Так что они умеют работать и с заявителями, и всевозможными документами. В день без очереди они смогут принимать около 300 жителей города. Они прошли обучение лекционного характера и практического. То есть мы выходили в органы власти, в органы государственной власти, регионального уровня, федерального уровня и муниципальные органы власти. Там мы учились работать с документами, с заявителями. Кроме того, наших специалистов учили стрессоустойчивости. Многофункциональный центр в Котласе находится на Рженикидзе-30. Он несет не только социальную нагрузку, но еще и поможет сократить очереди в других учреждениях города, в том числе и в муниципальных. Потому власти Котласа готовы к плодотворному сотрудничеству с региональным центром. Так, на церемонии его открытия глава города Андрей Бролин рассказал, что аренда за пользование помещением будет льготной. Все это сдается по низким ставкам и в последующем у нас вообще-то будет безвозмездная аренда. Все услуги многофункциональный центр оказывает бесплатно, за исключением тех, в которых предусмотрена оплата госпошлин. Сроки предоставления услуг те же самые, что оговорены регламентом государственных, региональных, муниципальных организаций и учреждений. Также специалисты центра будут выезжать для приема документов в Котловский район и поселок Вычигодский. Продолжение следует...